Деда Мороза 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 Самое главное, чтобы у тебя была экономика, потом ты уже сможешь, самое главное, первую волну выдержать борьбы, а остальное уже можно будет, тем то, что у тебя экономика мощная, ты будешь догонять своего противника. Почему-то викинги начали отправляться в нижнюю точку, я не знаю почему, может быть, Факью побоялся, что будет атака с нижнего фланга, может быть, он уже знал, что аллигаторы там еще не приплывают, поэтому он, наверное, отправил свои викинги вниз, а нет, он опять построил их. И здесь видим то, что выход в вертекс идет, правильно, нужны будут вертексы, чтобы разведать базу, ну, вы допустим, да, вот, ребят, по суше ты их не разведаешь, здесь стоит аллигатор, там стоят пейки, также и по морю, везде много вообще, куча мины, и там аллигаторы патрулируют, и как ты проедешь, поэтому остается один выход, вертексы, либо циклоны, ну, циклоны пока дойдут, их заметят, на кукам посадят, чепокнут, я не знаю, разденут, даже фамилию не спросят. Здесь на морском ударе, то есть, когда ты включаешь голд, либо синьку, ну, получается, от твоего буста зависит. Чем мощный у тебя буст, тем больше у тебя диапазон, радиус диапазона просмотра, ты можешь смотреть. Вот видели, да, много чего заметили, он еще даже не заехал во внутрь базы, он просто проезжал мимо, там, семечки хотел купить в магазине, но ему не дали, его прямо отхилянчили. Здесь видим то, что 2-4, там где-то 6-7 викингов имеется у зеленого игрока, и с низшим флагом мы видим много койотов, там койотов, может, 8-7 проехали, викинги не успели по ним удар нанести, но здесь есть 2 вертекса, они пока будут защищать базу, мне кажется, койоты много чего не смогут сделать, но вот этих вот, вот, вот этих вот гренов нужно опасаться, потому что эти грены, они очень даже опасны, смотрите, какие они удары наносят, одного викинга уже нету, но мне кажется, викинги сейчас на голд атаке, я не знаю, на голд обороне расправиться с этим мясом вообще без проблем. Ладно бы еще это все под туманом было бы, вот это мясо, там еще можно было бы побороться, там пообщаться, я не знаю, там чем-нибудь обменяться, что ли. Но здесь видим, 2 викинга, допустим, даже потеряли, но мне кажется, на того стоит, потому что по ресурсам сопротивленский индус там, я не знаю, чупа-чупс, он сейчас все проиграл. Ребята, вы не обижаетесь, что я вас так называю, потому что это все как бы в шутку сказано, не знаю, хочу как бы интересный бой сделать, чтобы там комменты интересные были, но хотите тоже там видосы выпускать, что там говорите на меня, я не знаю, я на это внимание обращаю, потому что я буду смотреть это с кайфом и буду тоже улыбаться. Я это воспринимаю, понимаете, я понимаю шутки. Так, 2, 4, 5, 6, 6 CS, да, кажется, у зеленого игрока и здесь настроено, вот видим, то, что синий игрок вообще написал, я этот момент вам не показывал, может быть, даже мы пропустили все вместе. Синий игрок писал зеленому игроку, то, что давай делай дельты, на всякий случай вдруг там будет много-много этих стреков, чтобы дельты, тем более фуловые у зеленого игрока, ну, фулл 18 ранга. Это тоже много что значит, 18 ранг, там 1 ранг, мне кажется, ничего такого прям не имеет. Ну, там может быть по количеству, если давка будет, тогда да, можно почуять. И здесь видим то, что пошла атака снизу и сверху, они решили прям вот одной сильной мощью прям вот ряды расставились и пошли просто сажать на кукан сопротивленцев. Давайте же посмотрим, что сейчас этого получится. Два викинга, синего игрока сверху, они вот просто берут на себя урон, пока будет зеленый игрок, будет всех здесь ложить. Но здесь мы увидели, торпедные установки сейчас будут помогать, а пока они не помогают, потому что все, сейчас алики работают на морском ударе, как я понял. Вот только первая торпедная платформа начала попадать, потому что включился буст общая оборона и здесь имеется еще 3, даже их было 4, вот 3, вот этих 3 дельты, они помогли. Видите, да, сколько здесь стрекоз? Желтый игрок чем свою задницу защищать, он пошел помогать, я не знаю, красным игроком, но здесь уже все, желтый игрок пробит, можно сказать. Здесь уже все, он потерял свою верфь. Все, ребят, ты понимаешь, ты уже все пробит. Ты иди давай, плыви на свою базу. Но он, наверное, хотел расправиться вот здесь быстро с викингами, чтобы красный игрок не потерял свои верфи, там до заказа уже дожать, я не знаю, вот это вот остаться. Но здесь уже вертекс начинает помогать, здесь уже, мне кажется, ничего даже не сделаете. Вот здесь видим, сколько мин наложили, вот видите, сколько мин. Ну, сейчас, мне кажется, торпед на платформу будет оставать, ну, вот эти 5, 6, даже 7, 8 дельт, они сейчас расправятся с этой торпедкой. Вот приблизительно все вот так вот выглядит, морская заруба, как говорится, вот почему, получается, эти ребята, ну, додавили наших противников, потому что, мне кажется, красный игрок вообще ошибся, там потратился на грим, на что-то, что-то. Он думал сейчас задавит, но он там забыл вообще про узкий проход, потому что, блин, 21-го ранга викинги, они вообще далеко херячат, вы что, ребята, издеваетесь, что? В следующий раз будьте добры, будьте любезны, покажите чуть-чуть нормальную игру с сопротивленцем, я про вас сейчас. Не нужно вообще строить никаких гренов, обороняясь свою морскую часть, я имею в виду, ну, ладно, был бы там еще Ягахам быстро проскочил бы, там всю базу на изнанку вывернул бы и стоял бы там на патруле, сидел бы, ждал бы там, если вдруг что-то будет, на, нахерячь его. А у желтого игрока ничего нового, и вот так вот, вот видели, да, все приблизительно вот так вот и получилось. Ну, здесь уже, мне кажется, уже смотреть-то нечего, потому что здесь уже просто ребята начали контракты выполнять, уже была. Ну, здесь красный игрок что-то пытается там со своим четвертым штабом что-то отстраиваться вниз, он думает, что-то поможет. Ну, эти ребята, они, не знаю, я, например, ничего против стратегистов никогда не имел, но я слышу то, что стратегисты как бы считают нас своими врагами. Ну, как это вообще понять, ребята, это всего лишь игра, какие враги, мы можем быть друг другу достойными соперниками, противниками, понимаете, никак уж никакие враги. Когда вы нас видите, как, вот, ладно, мы тоже гол, ну, голдим, да, я ничего не говорю, ничего, ну, не надо вообще вести себя так, как будто мы ваши действительно враги какие-то. Мы такие же люди, как и вы. Да, вот, я не знаю, хотя бы букву К что ли написали бы, мне кажется, наши ребята, они дали бы вам контракты повыполнять. Мы тоже нормальные ребята, нормально все понимаем, здесь ничего такого нету, но просто, блин, против нас играть так жестко, я не знаю, как будто мы вам... Что-то у вас занимали вообще в свое время, да, и как будто вообще ничего не отдали, да, это все, вы понимаете. Такие же мы простые игроки, и можете вообще играть с нами, против нас, мы вообще можем даже договариваться, выполнять контракты, мне кажется, я бы, например, так делал бы. Ну, с одной стороны, тоже скучно будет, если будем контракты выполнять, потому что большинство эпичных боев, как говорится, против вас, потому что вы неугомонные, вы молодцы, я уважаю вас, потому что вы неугомонные, вы стараетесь играть до конца. Да, вот в чем вас можно уважать, вы достойные противники, я считаю лично так, так что не знаю. Лично я помню, когда я делал там, ну, играл против каких-то стратегистов, я не знаю, да, не помню никнейм, там писали они, когда я им отдавал, да, вот, то, что ну, давайте контракты выполним, ребята, да, нам нужны контракты, мы не нужны, а когда надо будем бои, да, устраивать, ну вот это вот всю голду тратить, мне кажется, не знаю, все люди сейчас вообще стали нищебродами в игре, сейчас вообще можно сказать, первый попал, первый человек в голду, вот такой был, ребята, кому понравилось, подписываемся на канал и ждем следующего видоса, пока.